Если верить народному календарю, то с сегодняшнего дня наступает осень. Однако, если посмотреть на градусник и на погоду, которая в эти дни установилась в нашем регионе, наступление холодов откладывается. Действительно, сегодня стартовал 21-й традиционный фестиваль преображения. Сейчас вы как раз видите кадр генеральной репетиции. В этот раз преображение посвящено выдающимся музыканту, основателю театра «Новая опера» Евгению Колобову. В этом году исполняется 10 лет со дня смерти дирижера. В его честь прозвучит оратория Андрея Микиты на стихи Бориса Гребенщикова «Семь песен о Боге» под управлением греческого маэстро Дмитриса Ботиниса. На начало концерта мы пообщались с автором музыки. Внимание, фрагмент его интервью. Во-первых, тексты Гребенщикова, очень много религиозного содержания в них. Я как раз отобрал те, которые связаны с религиозным содержанием. Потом я должен сказать, что там не только тексты, там его мелодии присутствуют. И музыка у него очень мелодичная, есть просто замечательные мелодии. Так что, на самом деле, довольно естественно все. Это было даже удивительно, что никому раньше не пришло в голову. То есть у меня никого противоречия внутреннего не было. Пусть они берут все, что хотят. Одним из главных событий фестиваля называют завтрашнее выступление симфонического хора Свердловской филармонии города Екатеринбург в программе произведения Шнитке Сверидова Рахманинова. Историю фестиваля я действительно знаю, потому что знаю, что у истоков этого фестиваля был мой соученик по консерватории Женя Колобов, Евгений Владимирович Колобов, естественно. Ну тогда мы были Женя, Вера, это была молодость. И дальше я просто наблюдала этапы его становления творческого и, естественно, знала, как складывается ситуация новой оперы, которую он сам создавал и которая носит сейчас его имя. Конечно, ярославцам обязательно стоит посетить концерт легендарного ансамбля Дмитрия Покровского. Но не нужно забывать, в воскресенье в музее-заповеднике перед ярославцами выступит Игорь Бутман. Программа фестиваля обширна, мы будем следить за его развитием. И у меня на этом все.